Добрый вечер всем. Здравствуйте. Короче, доброе время суток. У нас уже ночь. Что нас сегодня двигло записать наш разговор с вами? События, события в нашей жизни. Хочется поделиться. Поделиться теми возможностями, которые есть у нас и которые, я уверена, многим вам помню. События, которые сейчас происходят в мире и на Украине, они не проходят бесследно. Мне пишут иногда такие комментарии, что вы призываете к миру, к спокойствию, значит, к любви, к молитве. А как же так? Что же нам сидеть, сложа руки и смотреть, как наших там убивают? То есть это неправильно. Правильно. Потому что Господь сказал, если будет хоть один молящийся в городе, я спрошу свой этот город. Ну, не дословно, но суть. Вот. Поэтому самое главное, наше оружие, вот именно наше с Николаем, это как раз таки молитв. и не прошло ни одного дня, чтобы мы именно не делали определенную работу, качественную работу. Вот. свою внутреннюю, духовную, сердечную, это молитва о нашей стране. Я говорю о нашей, потому что так сложилось, что это моя страна в бюде. Хотя сейчас мы крымчане, мы присоединились к России. Слава Богу, что это произошло. Я все время говорю, Господи, спасибо тебе, что ты позволил нам, мы же были как подарок. Просто целый остров с людьми подарили. Давай не будем. Потом отобрали, потом опять подарили, да. Так как со многими областями произошло. И то, что сейчас происходит, это происходят те же подарки. Только другим странам то же самое происходит. Это не дает покоя. То есть настолько иногда окунаешься, что даже сейчас. Не об этом я хотела говорить. Все равно вот вырывается. Я хочу сказать так, что мы-то родились в стране под названием Советский Союз. Я вырос в этой стране. Ходил в детский сад, в школу. У меня была своя картина мира, выработанная именно той идеологией, которая присутствовала в нашей стране тогда. То есть мы все были интернационалисты, мы любили весь мир, мы были всегда за мир трудной. Зло, как вы помните, оно не культивировалось в этой стране, а наоборот. Мы работали всегда как бы как спасители. Наша страна, она старалась всегда спасать другие народы. Вот в общем-то, и с этим чувством я нахожусь и сейчас до сих пор. То есть, когда произошел развал Советского Союза, я понимал, что это не Советский Союз виноват в этом, не люди, которые в нем живут, а нечто извне пришло, разделило и обрадовалось. Так вот, я живя... Сделав ставки на продажных людей. Ну, неважно. Это понятно уже и так. Я думаю, что люди разумные, они понимают это. Живя на территории Украины, нам навязали, что вы украинцы, украинцы, украинцы. Я и до этого был украинцем, но я жил в Советском Союзе и считал, что и грузины, и украинцы, и таджики, и все мы братья, и в армии вместе мы служили, и работали вместе на разных работах. Мы ездили к ним, они к нам, и не было никаких мигрантов. Я просто постигал просторы нашей Родины. И ничего в этом не было такого. То есть все были... Ну, были случаи, это естественно. Это как везде и во всем. Есть, скажем, общая масса населения, везде есть негодяи, везде есть хорошие люди. Но преобладало большинство. Это и в фильмах, и в культуре было всегда проявлено, и в литературе, во всем. А когда, скажем, поменялось все, в корне нам изменили сразу историю, отношения к другим людям, к другим национальностям, к другой символике, все это перевернули с головы на ноги. Короче, то, что произошло... Я бы сказала, они изменили, а пытались изменили. Ну, я хочу так сказать. На сегодняшний день мы видим уже результат. Что происходит. Что происходит, и что уже произошло. Насколько мы отошли от тех состояний, которые были ранее. Но речь не о том сейчас. Я вот что хочу сказать. Смотрите, происходит сейчас ужасные вещи происходят на территории Украины. Мы с Галиной смотрим интернет, смотрим телевидение, каналы как украинские, так и русские. Прекрасно анализируем, видим, где зло, где добро. Это все видно, когда, скажем, подогнанный видеоматериал подогнан, когда изменен текст, когда кто-то говорит, допустим, одно, а происходит там нечто другое. Все это понятно. Мы не глупые люди, и во всем этом разбираемся. Мы хотим поговорить вот о чем. Люди во время сейчас борьбы на Украине, они испытывают, многие люди испытывают зло и ненависть друг к другу. Этим-то и отличается, собственно, гражданская война. Когда приходили, да, когда к нам приходили враги в виде фашистов из Германии, да, то есть это было понятно. Два, ну, не враждующих, а два народа, которые одни в виде врагов, другие в виде защитников, одни оборонялись, другие нападали. Но здесь произошло нечто другое. Чем страшны войны гражданские, это когда все начинается, война начинается с семьи, прежде всего. Разъединение по взглядам, по идеологии, по картине мира, которая у каждого своя. Каждый человек видит мир своими глазами. У каждого свой мир. Через свои глаза он рассматривает этот мир. И те состояния, которые находятся у него внутри, именно этими состояниями он и описывает этот мир. Так вот, когда человек во зле находится, да, ну, прежде всего, он впускает в себя это зло и передает своим отношениям другому. То есть это происходит цепная реакция. И люди, скажем, впадая в эти состояния, они прекращают думать, они прекращают чувствовать. У них идет только эмоция. Эмоция злобы, эмоция ненависти. Эмоция того, что он впустил в себя. И она разрушительно идет, как волна по всему миру. Наша задача не впустить это в свое сердце, контролировать себя, думать о происходящем не спонтанно, как тебе говорят, а попытайтесь все проанализировать. Потому что любое следствие, оно имеет причину. И мы, как бы, пытаясь дать характеристику каким-то событиям, мы начинаем чесать поверху по следствию. Не зная того, что происходило до этого. Вот. Поэтому... К сожалению, еще и знания за 23 года с нас вы убивали. И это получилось молодежью. Потому что молодежь-то как раз, которая тогда была, когда подарили... Нас подарили, да? Это 23 года. И 23 года, это как раз были дети, которым, допустим, 10 лет, значит, сейчас этим людям 33-35 лет. То есть те, которые только родились и вот в этом всем жили, на этой волне воспитывались. Их, значит, где-то порядка 20-22 лет, 23. То есть, посмотрите, самое работоспособное население, самое, казалось бы, адекватное, на которое государство обычно ставки делает подрастающим поколением, а оно все практически оказалось изуродованным. Это счастье, если внутри семьи, семьи воспитывали детей в определенных каких-то своих человеческих правилах. Я хочу вернуться на прежнюю нашу тему, нашего разговора, да? Зло. Что есть зло? Человек впускает в себя зло в виде мысли, чувства. Потом усиливает это состояние в виде усиленной мысли формы. И прекращает это контролировать на том этапе, когда зло начинает управлять уже самим человеком. Это одержание. В психологии есть такой термин, да, и в психиатрических больницах используется как термин, называемый одержание. Раньше это говорилось только в религии, что одержимый человек, то есть в него нечто вселилось. В его дух, да. В его дух, там, демон, без... То есть подселение. В медицине сейчас используется термин одержание, когда люди начинают... Это продвинутые психиатры, они уже знают... Нет, это уже... Не везде, не везде. Вот. Но многие, многие, многие... Это уже включено в психиатрию. Когда сталкивались в Киеве. Да, есть. Когда с пациенткой... Даже, да, да. Я вспомнил, да. Хорошо. Случай был такой, что человеку так и поставили. Я тогда была удивлена, для меня это было открытие, что это уже используется. Думаю, Господи, как медицина, это продвигается, слава тебе, Господи. Но на самом деле, вот это состояние одержания, когда человек в себя действительно пускает вот эту некую сущность, чужую, постороннюю мысль. Иногда это происходит, когда это специально делают, да, используя какую-то обрядовую магию, Бог знает какую чертовщину, для того, чтобы человека поразить, уничтожить. И потом люди сталкиваются с этим и называют это потом там, навели там, повлияли на человека как-то, какими-то методами. Вот. И он заболел. А болезнь проявляется потом в его неадекватном поведении. Вот даже сегодня, вот я смотрела один видеоролик, кстати, на страничке поделилась, когда абсолютно неадекватные люди, молодые люди, которые настроены проукраински, казалось бы, для Украины, он проукраински настроен, все это позитивно, он ведь в своей стране, да. Разве это можно осуждать? Нет, это нельзя осуждать. Но когда смотришь на вот эти вот явления, внутри рождается некий протест. Как же это может происходить? Вместо того, чтобы говорить, я горжусь своей страной, я горжусь своим флагом, у меня вдруг внутренне проявлялось негодование. И знаете, даже собиралось, это уже методический показатель такой, да, слюна, да, хотела скрунуть ее. Вот. Почему? Потому что абсолютно неадекватные молодые люди пытали бабушку, ученицу Льгету, что-то ей около 92-х лет, она даже плохо слышала, но она такие мудрые им послания давала. Они пытались ее склонить на свою сторону, да. И с очень большой радостью выложили этот ролик в Ютьюбе, претендуя, они даже в разговоре проговорились, на 20 тысяч голосовых кликов, да, что это нравится. То есть, ну, для чего это делается? Для того, чтобы, скажем, деньги зарабатывать в интернете, да, только для этого они пошли на баррикады, для этого они унижают людей, унижают стариков, для этого в Одессе горит дом, уничтожают людей, бегают в этот момент с камерами, нагло, просто как звери, измываются, и при этом это все снимают. Это уже даже не фашизм, это, знаете, это сатанизм называется. Вот для меня есть понятие разделения, что такое фашизм, а что такое сатанизм. И я увидела во всем этом вот такую сильную грязную волну, знаете, как цунами, которая несется сейчас. И не только по Украине она несется. Ведь еще неизвестно, где это она остановится. И это нужно прекратить. И прекратить это все мы можем только вместе, вместе, объединяясь, любя, и ставь, знаете, как плечо к плечу, ставь, и ставь на молитву. Я просто хочу добавить, что зло, если мы его разрушим, скажем, выстрелом, ну, как на войне происходит, да, мы можем убить тело, вот, но зло, зло не разрушается, зло не разрушается пулей, вот, оно разрушается огненной мыслью, посылом, молитвой. Вот поэтому... Как Сергей Радонежский делал, как Серафим Саровский делал. То есть те святые отцы, те старцы, те мастера, которым мы называем святыми, вот во времена великих сражений, они становились тоже на сражение со злом, но в виде молитвы. Не зря же в словах, в одном из молитвенных правил, в одном из молитвенных чтений, есть такие слова. И вы все святые земли российской, просиявши, разрушьте силою своей молитвы все бесовские и дьявольские замыслы и козни, повредить мне достоянию моему, стране моей. И ты, великий грозный стража, архистратижи Михаиле, над которым измывались на Майдане, разрушь силою своей молитвы все бесовские и дьявольские козни, не допускай приближаться ко мне и к моей стране, разрушь силою своей молитвы. И ты, владычица, не напрасно именула нерушимой стеной, буди для всех враждующих против меня и моей страны, замышляющих пакостно ей творите, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающей нас от всяких тяжких обстояний. Стой нерушима на страже дома моего, страны моей, не допускай приближаться к злу. Нигде нет слова в молитвах кого-то убить. Но есть слово, или проклясть, есть слово разрушить. Разрушить это значит вот этим огнем молитвы сжечь, сжечь эту нечисть. И она горит, поверьте мне. Ведь нельзя, не зря по молитвам святых отцов исцелялись люди, исцеляются. И это правда. Это всегда происходит. Происходит, когда мы искренне, когда мы это делаем сердцем, не головой, сердцем. Рекомендации, какие людям дадим? Молитвенное правило. Есть молитвы, которые нужно читать при нападении нечистой силы. Действие на нас идет, на всех. Ведь не у каждого стоят, слава тебе, Господи, не у каждого стоят спидстолетом у виска. Да? В тот момент, когда кто-то так делает, я думаю, что, как Ольга сказала, во мне проявляется как-то шаман, наверное, в роду было, мне хочется в бубен дать. Это я мягко так, делегатно так выражаюсь. Хотя бы выразилась покруче, конечно, если бы не на аудиторию. То не в тот момент. Вот в тот момент, когда вы можете собрать себя в кулак, стать и сделать то, действительно воинское, что мы все умеем делать. Потому что сейчас действительно происходят вещи, о которых мы когда-то думали, что как бы так, чтобы все люди вдруг настолько стали с любовью относиться к себе, к своему окружению, к близким, к родным, чтобы все расцветало на планете. Ведь планета наша очень богатая. В ней есть все, начиная с недр и заканчивая небом. Есть все для того, чтобы на каждого человека этого хватило жить сотни, сотни лет, не нуждаясь ни в чем. Ни в питьевой воде, ни в воздухе, ни в нефти, ни в газе, ни в чем. Все это есть. Но все это в руках стяжателей, те, которые сказали, что Господь сотворил воду, а я тебе ее или дам, или продам, или не дам. Это я над ней, владыка. Поэтому вот это вот звериное стало проявляться в людях. Строят, как это, отключают от водоснабжения Крым. А это вода. Это жизнь. Это жизнь. Для людей, да. И не вы ее строили, чтобы отключать. Это уже момент управления другими людьми. Тогда можно управлять. Вот. И строятся разные вот такие вот гадости. Поэтому нам нужно, понимая это, действительно становиться ближе к друг другу, уважать друг друга, ценить друг друга. И вместе, вместе становиться действительно плечо к плечу, поближе в сильной молитве. Что лучше читать сейчас в это время людям? Какие молитвы? При нападении чистой силы творения. Это есть во всех молитвословах? Это практически есть во всех молитвословах. Если в вашем молитвословии этого нет, купите себе еще один молитвослов. Там это есть. Во время. И сильная молитва, вот именно Георгию Победоносцу. Это Акаписты и Канон. Акапист, Канон. Лучше чередовать. Ну, смотрите по молитвенному дня в неделю. Но я вот сейчас, в годе и неделе это молитвенное правило. Это надо сделать. Потому что в этот момент действительно такой поток энергии идет по твоей просьбе. Ведь один человек может изменить все вокруг себя. Когда он не на себе сконцентрирован, а на том, что его окружает. И что он этому, что его окружает, хочет дать. Он хочет это уничтожить? Или он хочет это высветлить? Преобразить. 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 Не убить. Все будет зависеть от того, в каком состоянии мы будем находиться. Если вы будете находиться в ровном состоянии, в спокойствии, в покое, в молитвенном состоянии, то вибрация ваша войдет в резонанс с окружающей средой. И один молитвенник может изменить состояние людей от двух до пяти тысяч человек. Один. Да. От него будут исходить эти волны, вибрации, частотные, высокочастотные вибрации, которые, скажем, преобразят пространство. Если нас будет много, то и пространство будет чище. Вот и призыв наш таков. Становитесь на всеобщую молитву. Не важно, в какое время вы это будете делать. По времени, утро, вечер. Мы живем даже в разное время, как бы суток. У кого-то сейчас утро, у кого-то ночь. Но в монастырях, например, читаются псалты, как непрестанная молитва, неусытная псалты. То есть, один монах сменяет другого. То есть, они как передают пост. Один сдал, другой принял. Неусытная. Поэтому, если мы все вместе у нас получится, она неусытная. У нас многие наши друзья уже вместе стали с нами на такое молитвенное правило. Вот. И у нас происходит это. Потому что они даже говорят, что вы читаете, когда вы читаете. Но по времени у нас не совпадает. Поэтому у нас получается как бы передача палочки, как эстафета, молитвенная эстафета. И вот смотрите, что получается. Если мы обратимся к истории, к истории православия. Вообще, самые сложные времена, когда на Русь нападали другие государства, и самые сильные происходили битвы, баталии, то нам история говорит о неких чудесах, которые проявлялись в момент, скажем, самых таких уже критических моментов. что происходило по молитве монахов или тех людей, которые молились, находились в этот момент в молитве, и происходили эти чудеса. То есть зло отступало и наступало. Друг стрелы летели во врагов. Победа приходила именно к тем, кто оборонялся, и они одерживали ее. Вот так вот. Поэтому, друзья мои, только общая молитва нас спасет. И только все вместе. Да. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok